Спасибо. Написанный подробный план занимает 10 страниц, так что даже его я не могу успеть вам изложить, постараюсь. Только отдельные пункты, которые интересны с точки зрения того, о чем сейчас говорила Татьяна Михайловна. И в частности, меня будет интересовать соотношение фантастики и действительности, но я буду меньше говорить на те темы, которые так или иначе обозначены в заглавиях следующих документов. Поэтому то, что я отчасти буду что-то пропускать, будет связано с тем, что я знаю приблизительно план сегодняшнего заседания. Значит, первое замечание, которое я хотел бы сделать, просто вводное, это как раз касается фольклора. Русский фольклор, конечно, очень интересен с точки зрения наличия в нем фантастических черт и большой тяги к мнимым ситуациям. Вы знаете, что есть специальный жанр небывальщина, он пересекается со сказочными мотивами, но сказочные мотивы в какой-то степени уже начала и фантастики, и фантастического реализма будущего. А небывальщина, в принципе, как бы конструирует нереальная ситуация, но такие нереальные ситуации, которые в каких-то условиях могут оказаться и реальными. То есть, это как бы такое фольклорное предвестие будущей литературы абсурда Беремутов, того, что развелось на Западе в литературе для детей, начиная с Геос и Террола. Но у нас это тоже широко откликнулось в нашей детской литературе 20-го века у Чуковского, Маршака и Беремутов. Так что, в каком-то смысле, это явление параллельно. Хотя, каждый раз у нас возникает интересная проблема соотношения наиболее фантастических ситуаций с русской действительностью, которые обычно с фантастичностью превосходят сами эти ситуации. Кроме фольклорной предшествующей литературы, которая как бы уже была предвестницей вот этой будущей фантастической, надо еще кое-что сказать об апокалиптической струе, связанной. Главным образом, именно реально с апокалипсисом. Это очень важная книга для всей русской литературы, в частности, для русской фантастической литературы. Но здесь первый, как я думаю, великий писатель, который до сих пор не наоценен, это Беловодский. И Беловодский, как все авторы, писавшие на заповедном варианте русского литературы, близко очень к польскому, и вообще Беловодский входил в эту группу поэтов и порохов, которые лежат в какой-то мере одновременно и русской, и польской литературе. Он до сих пор остался малоизвестным и мало замеченным, при том, что все-таки, наконец, нашли эти произведения и их напечатали, но все же, я думаю, недооценивают значение и роль этих произведений, связанных с общеевропейским бароком. И эти фантастические видения апокалиптического будущего продолжались уже в классической русской литературе. Напомню, хотя бы стихи Баратенского «Последняя смерть» и многие другие аналогичные произведения, к которым есть интересное соответствие и в фантастической живописи, а позднее в кино. То есть, это тема апокалипсиса, приходящего конца, которая так много значила для Достоевского и для всех, кто испытал его влияние. Я думаю, что сегодня об этом уже будут подробнее говорить. Вот эта тема намечается по существу уже в этих ранних произведениях Барукова. Поскольку это та часть фантастической литературы, которая связана в какой-то степени и с предшественниками романтизма и с романтизмом, здесь же нужно сказать о демонической части фантастической литературы. И, конечно, тривиально было бы сослаться просто на то, что связано с воздействием европейского романтизма Байрона и развелось у Куршкина и Лермонтова. Но хотелось бы отметить, что демон в его русском варианте очень тесно связан с русской действительностью. Это вот опять-таки то отличие, которое, мне кажется, мы дальше будем видеть. Ахматова считала лучшим четверостишим в русской поэзии строфу Пастернака из его путевых заметок в стихе 36-го года. На Грузии там реял дух земли, который в идеале на небо бы зверей и демоном назвали. Вот эта идея, что демон на самом деле дух земли, возведенная на небо, она весьма существенна для понимания демона у русских классиков, а потом у символистов, у глупых, у грубых и постсимволистов, как Бастернак и та же Ахматова, которые утверждают, что только раз мне видеть удалось у озера в густой тени Чинары, в тот предвечерний жестокий час сияния неутолённого глаз, безсмертного любого какого-то тамара. Только раз, но раз я иду, и все виды. То есть все эти видения, они в какой-то степени для русских поэтов, проэтов, о которых я буду говорить, дальше реальны. Уже вот упоминалось сегодня соотношение фэнтези и готической литературы, в частности научно-фэнтези и готической литературы. В русском случае оно довольно сложно. У нас это перебрежено, как правило, с утопиями и с дистопиями, с утопиями или антиутопиями, в которых рассказывается о том, как плохо в некоторой идеальной стране и как это нужно сопоставить с идеальным обществом. Начало этому видят, в частности, в сочинении ещё в XVIII веке князя Михаила Щербатова «Путешествие в землю Афир», значит, путешествие некоего шведского веренина. И там уже содержится, автор, испытавший влияние Руссо, что написывает некоторое идеальное общество в сопоставлении с реальным. То есть это уже критика состояния России того времени, данная через фантастическую утопию. Сегодня будут говорить уже об Адоевском, но я хотел бы о нём сказать немного, но отметить, что у него мы видим уже соединение собственно научных интересов. Вы знаете, что он сам занимался вполне серьёзно некоторыми техническими изобретениями. В частности, его интересная книга «Косморама» излагает попытку его собственного открытия как бы продолжающего идеи камеры обскура изобретания Леонардо да Венчи, такой действительно замечательный оптический прибор, но в фантастическом сочинении Адоевского это уже нечто другое, поскольку он препятствует этому прибору и некоторые мистические возможности. Но, прежде того, Адоевский автор некоторых утопий, касающихся будущего, и в частности будущего России. Я хотел бы обратить внимание только на одно обстоятельство, но, мне кажется, крайне интересно. Его сочинение вот на эту утопическую тему, причём в той части, в которой он печатался по частям, до сих пор, вы знаете, не всё даже и сейчас ещё напечатано из его замечательных рук, и мы не торопимся никогда с этим. Но то, что я сейчас буду говорить, это часть, которая в большой степени была напечатана в 1840 году, значит, он описывает Петербург, каким он будет в пятом тысячелетии под Рождество Христово. И там есть рассуждение о том, что многие историки заняты проблемой названия города. И такая исследует замечательная мысль. По разным причинам, причины Адоевские не описаны. Этому городу суждено было переменить несколько названий в его истории. Заметьте, что это написано в Кушневские времена. То есть, ну, конечно, Адоевский знал, что были некоторые колебания в самом начале. Вы знаете, что сокращение Питер восходит к голландскому Петербургу, которое было домашним обозначением Петербурга. Вы знаете, что голландский был домашним. Это дом Петра Великого. С сыном он разговаривал в голландске. И Питер восходит подъявление в кустах самого Петра. Затем появилось буквально в течение одного года немецкий вариант этого названия. Петербург, который потом был закреплен вместо голландского Петербурга. И тогда же в документах Петровского времени встречается на греческий лад, построенная Петрополь, которая потом очень популярна в поэзии нахплэзду Мандельштама и так далее. Петербург, между прочим, в русской поэзии вообще избегался, как основное название. Большинство поэтов старались не называть Петербургом. Петербургом, это известно. Пушкин тоже пользовался Петрополем во многих случаях. Таким образом Адоевскому удается угадать нечто, что произойдет в будущем. Отчасти он знает нечто из русского прошлого, но остальное домысливает. Какие именно произойдут исторические события, он нам не открывает. Но уже что-то из них. И это вот черта, которая, как мне думается, очень важна для последующей русской литературы. Значит, это то время, когда к фантастики склоняются поздние Пушкин. Сейчас на Западе, в Америке, в других странах Пушкин этого позднего периода изображается главным образом, как последователь такой оккультной, отчасти номерологической литературы конца XVIII века. То есть, картина Пушкина, в большинстве пушкиноведческих статей, особенно по поводу прозы Пушкина, она очень сильно отличается от того Пушкина, которого преподносила советская литература видения, которая продолжает в нашей части жить в нашей литературно-греческой традиции. То есть, в какой степени Пушкин действительно в это время пультный автор, в какой степени для него важны фантастические видения, это вопрос отдельный. И сегодня я не буду много об этом говорить, я довольно много написал в одном другое сочинение, введененное там Метану Васильевскому острову, и сейчас не хочу подсказаться, но хочу сказать одно. Мы знаем, что в библиотеке Пушкина было много сочинений по теории вероятности, он их, безусловно, читал. Причем, как и друг, он, подобно Герману, сам интересовался в отношении теории вероятности, просто практическими. Но, несомненно, что для его случая большой буквы это чрезвычайно важное понятие, связанное определенным образом с наукой. Вы знаете, это знаменитые строки, которые когда-то Сережа Петрицин взял эпиграфом, очевидным и невероятным, там как раз случай, оказывается богом-изобретателем. Пушкин в это время, безусловно, склонился к тому, что мы сейчас называем вероятностной картиной мир. И это не модернизация, это просто следует из того, как он сам формулировал. Причем, то, что это не модернизация, я вижу и в том, что он, вы знаете, в это время был ведь постоянным читателем Данте по-итальянски. Он его читал в итальянске в это время, он стал уже совершенно не говорил по-итальянски. Ветхий Данте и друг моих, и так далее, да? То есть он его читал просто регулярно. У Данте есть понятие случая в этом точно философском общем смысле, с большой буквы случая. То есть в какой-то мере, возможно, он отчасти исследовал Данте в этом. Так что я не пытаюсь его подгладить как бы под современную философию науки, а думаю, что это скорее развитие некоторых достаточно давних мыслей. Фантастические увлечения Пушкина, его фантастическая картина Петербурга, намеченная в «Уединенном домике», особенно развитая в вековой дании, оказали бесспортное влияние на Гоголя, и Гоголь, безусловно, был одним из главных авторов, начавших линию фантастического реализма, продолженную и канонизированную, можно сказать, Востоевским. И в то же время развил вот ту линию абсурда, которую я упомянул по поводу небывальщины, потому что, безусловно, что «Дневник сумасшедший» – это действительно сознательная попытка создать литературу абсурда уже еще в то время, когда литературы абсурда почти и не было. А фантастическая картина Петербурга, продолженная Достоевским, у Достоевского получила теоретическое осмысление благодаря тому, что Достоевский чрезвычайно заинтересовался Эсгаром По, Эсгар По к нему попадает во французских переводах, вы знаете, что По был открыт Бодляром, фактически европейский символизм начинается с Эсгара По, то есть истоки символизма и европейского символизма, находится в южных штатах, и пересадка некоторых идей неоромантизма и неоромантизма на русскую почву была осуществлена Достоевским. Его предисловие к русским переводам нескольких рассказов по, где он формулирует суть фантастического реализма как соединение чрезвычайно необычных общих построений с тщательной реалистичностью отдельных деталей. Вот этот принцип, виданный Достоевским, развивается дальше, теоретически эта мысль была продолжена Андреем Синявским в его весьма замечательной статье о социалистическом реализме, поскольку мне тогда приходилось, я время от времени в «Стой жизни» пишу сочинение в юридической инстанции, вчера я писал письмо в инстанцию, которая начинает уголовное исследование в музее Сахара, 50 с лишним лет назад я писал аналогичное письмо по поводу дела Синявского и тогда впервые прочитал эту статью «Социалистический реализм», но меня сильное впечатление произвело формулировку фантастического реализма у Синявского и я ее использовал в заметке о Вии Гоголе, напечатанной договором. Синявский мне из лагеря пишет «Спасибо вам за привет полученный» в статье Вии. А в этой статье я писал, что дальше идею фантастического реализма развивал Вахтангов. Его театральная концепция включала вот это понятие, то есть фантастический реализм, как теоретическая концепция, в основном выработан Достоевским, Вахтанговым, ну и потом развит некоторыми современными авторами, как Синявским. С моей точки зрения, я это предлагаю, не настаиваю на этом, как на единственные возможности, но предлагаю это для обсуждения. С моей точки зрения, это основное направление неофициальной русской литературы XX века. То есть мне представляется, но сегодня будет несколько раз упоминаться имя Платонова, поэтому я не рискую сам много об этом говорить, но я полагаю, что Платонов, Булгаков и мой отец Всеволод Иванов, во всяком случае три имени, которые существенны для понимания фантастического реализма в русской литературе советского периода. То есть, более того, я считаю, что социалистический реализм как направление придуман несколькими литературоведами, а в основном работающими за границей, как Гройсом. То есть, на самом деле, в той литературной среде, в которой я рос и которую я помню, но начиная с 35-го, до 36-го года, никто всерьез понятия социалистического реализма не воспринимал. То есть, когда сейчас начинают иностранным студентам, а потом уже и русским объяснять, что такое литература социалистического реализма, это, конечно, абсолютно псевдонаучное, антиэстетическое утверждение. Мы можем ретроспективно говорить, что было что-то в этом роде придумано, но это не было тем, что было тогда задумано. А вот фантастический реализм был продуман Достоевским и многими, кто за ним следовал. И я думаю, что это основное, что русская литература в прозе, во всяком случае, внесла в отцетном веке. Причем я имею в виду только отчасти научную фантастику. Ну, у каждого из тех авторов, которых я упомянул, были научно-фантастические произведения, но мы все знаем Толстого. Кстати, в его элите я не уверен, что все вы читали первоначальные тексты, потому что для советских детей о элиту перепечатывали в сильно удержанном и тензурованном виде, а интересная часть о элите написана толстым символистом, с большим влиянием символистического понимания, такой мифологизированной историей. То есть вот эти рассказы о элите, об истории Земли и Марса, о ней действительно очень интересно написаны. Это хорошая литература толстой был, несомненно, очень хорошим писателем, это нельзя отрицать. И в частности вот в этих частях о элите. О элите интересно, конечно, и тем, как они достигнуты вот это соединение фантастики, крайней фантастики символистского толка с не менее крайней натуралистичностью описания советского быта. И это было развито в фильме о элите. Я об этом делал уже доклад, а часть, часть дешней аудитории его делали, его слышал, поэтому я не стану сейчас воспроизводить. Но там очень интересно и фантастические работы художницы Экстер, связанные с театром Таирова, которая перенесла фантастические методные камерного театра, некоторая параллель, в общем-то, перенесла это в кино. То есть фильм о элите тоже очень интересное достижение фантастического реализма на этот раз в раннем, в принципе, фильме «Токрорфон». Чем-то час. Фантастический реализм, поскольку в нем достигнуто соединение двух совершенно разных частей фильма, с абсолютно разной поэтикой, фантастической поэтикой мартианских частей, сделанных экстер в Киеве камерного театра и натуралистическое изображение советской действительности этого фильма. То есть это было на базе художественного текста Толстого, тоже очень интересно. Что касается Булгакова, я хотел бы обратить внимание только на одну деталь, связанную, как мне представляется, с его медицинским образованием. Вы помните, что он был врач и вполне серьезно занимался медициной. Может быть, мы недостаточно хорошо знаем, как много он читал, но, в целом, еще довольно хорошо знал медицину на то время. Дело в том, что «Собачье сердце» с этой точки зрения представляет собой действительно замечательную книгу, в той части, на которую, может быть, обычно литература века не обращает внимания. Если мы посмотрим на то, что там написано с точки зрения современной науки о музыке, то мы не можем не удивиться. Когда Шариков уже человек, но и человек с мозгом собаки, Шарик, ругается чудовищным трогом, Булгаков замечает такое впечатление, что в его мозгу, как в фонографе, были записаны все те ругательства, которые он, Шарик, как собака, слышал на улице. Теперь то, что уличная речь в России состоит из матерного ругательства, несомненно, это описано, кстати, в истории всем знаменитой части дневника писателя, когда он описывает, как несколько людей идут по улице и повторяют одно и то же слово, и в этом слове заключается все, что они хотят сказать, каждый день по-разному произносит это слово. Вот эта замечательная уличная речь, зафиксированная в мозговом собаке, замечательно то, что наука уже в XIX веке, Булгаков, вероятно, из хорошего учебника это должен быть, наука о человеке уже в XIX веке, в работе Джексона, великого английского непробового, установила, что речь человека и ругательство, в частности матерное ругательство русское, находится в разных повышениях мозга. Это причина полного остолбнения для многих нянек в клинику, потому что к ним поступает тяжелобольной, который не может ни слова сказать, тотальная афазия, и за ним со свойственным нам безобразием никто не ухаживает, и тогда он раздражается получасовым матерным монологом. В устах человека, который не может говорить, это происходит чудовищное впечатление, да? Но после этого он продолжает в ней говорить, а ругаться он может. Это значит, что его правое полушарие в порядке, а левое полушарие нет. И Булгаков достаточно хорошо знал данные о мозге для того, чтобы придумать эту особенность шаговку резьма. Это, мне кажется, замечательно, потому что, я думаю, что если мы говорим о русских, ушами русских, то услышать эту область звуковой деятельности правового глушения очень важно для того, чтобы менять, чем отличаются говорящие на этом звуковом материале от тех, кто говорит на реальном человеческом языке. Я не буду дальше приводить примеров. Мне кажется, что я точно уложился, мы начали немножко больше, я точно уложился в свое... Часа, но обидно, прибегать бы на таком месте, если... Да, ну вот я теперь готов, если есть короткий вопрос, на него ответить, и обсуждать мы будем в конце, да? В конце часа. Пожалуйста. Значит, ну все, что вообще, ваша вот эта вот лекция, она до сегодняшней рухи, да? Потому что я читала часть Остругацких. Да, я не стал повторять того, что записано Остругацких, потому что это есть в четвертом номере звезды за этот год, и есть в интернете, поэтому желающие легко могут прочитать, мне не хотелось просто повторять. Но я хотел бы только по поводу Остругацких сказать, что они мне представляются весьма важными авторами. Я знаю, что уже закончен съемкой фильм Алеши Германа «Трудно быть богом». Вы не видели еще, Маш? Его в Петербурге можно посмотреть без звуковой части, он собирается еще некоторое время озвучивать, так что мы раньше будущего года полный текст не увидим. Но мне кажется, что очень интересно, что он выбрал именно этот роман, потому что это роман, посвященный права в попытке создать искусственный прогресс. То есть это очень серьезное размышление на тему о невозможности искусственного внедрения прогрессивных элементов в историю тех обществ, которые управляются фанатиками, которые используют разрушительные действия толпы. То есть это остается вполне актуально, хоть это написано в позднее советское время, но остается актуально для нашего времени. И, безусловно, это очень серьезная вещь, которую я всем рекомендую перечитать. Также вот и последний роман Стругацких, «Градопреченный», который эту же и некоторые другие идеи, связанные с философией полного социального пессимизма, после распада Советского Союза, изложенных, мне кажется, в очень интересной форме. То есть я думаю, что здесь наша литература впервые за много лет приблизилась к созданию вот того философского романа, в отсутствие которого в России жилел Фунтер, а с Фунтера Бродский утверждает, что все-таки в России философский роман есть. Но, во всяком случае, у нас есть философские романы против Стругацких. На мой взгляд, очень интересные. Можно? Да, конечно. Прежде маленькую вопрос. Вася Васильевич, а когда Вы читаете «Полный кустам», Ваши слушатели знают содержание романов? Мои слушатели обязаны прочитать все то, что переведено по-английски. И представьте, что это довольно длинная спец. Потому что русская фантастическая литература пользовалась и пользуется очень большим интересом. Поэтому ко мне на курсе много аспирантов и клиентов записывается из разных отделений. Там биологи, экономисты и так далее. И довольно много продолжают переводить на то, что вышла книжка Каширановского, которого и у нас только открыли. А 19-й век тоже переведено? Ну, как раз начиная с Адовевского, есть довольно хорошая хрестоматия, которая включает даже булгарины. Я считаю, уже преувеличение. Когда одного жулика освободили после амнистия, когда умер Сталин, кто, как Витя Старший, жаловался, что в России всегда перебор, слишком много хорошего, если хорошее. Вот такая американца. Зачем они переводят булгарины? Ну, они и Кубенова, и Богоевского переводили, потому что куда-то варится. Вот это вот русский, начало 19-го века, и Вечера Макаров, и Богорельский, и так далее, перевод входит? Да, да, конечно. И они это переведены? Частично, частично переведены. Да, и Косморама переведена на Адовевского есть, даже билингвальная интаня, отдельная книжечка по весь, это английская интаня. Еще? Тогда я рад передания. Ну, что, это у нас стояк. Татьяна Михайловна Николаева, «Утопия Адовевского и реальность 21 века». Татьяна Михайловна Николаевна 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 Николаевна, «Утопия Адовевского и реальность 21 века».